Ты спрашивал меня на инстаграме, как формовать вот эти ботинки, я отвечу тебе в этом видео. Всем остальным привет, давайте начинать. Итак, что нам пригодится? Это, конечно же, веганская пицца. Разогретая духовка. Для какой температуры разогревать? Именно для обуви, а не для пиццы, нужно будет около 60-65 градусов. Смотря, опять-таки, как ваша печь эти градусы воспроизводит. Полный же список того, что нужно, выглядит следующим образом. Обувь, инструмент для раскрутки шипов, несколько очень толстых носков, какой-нибудь инструмент с мощной рукояткой, обычная монтажная паста. А также нам пригодится фломастер. Для того, чтобы после всех процедур наш шип оказался там, где он должен был оказаться, особенно это важно после дорогостоящего байкфита, пожалуйста, не забудьте по всему контуру выделить силуэт этого самого шипа. Иначе все настройки, они потеряются. После чего мы вынимаем стельку. В некоторых инструкциях говорят, что нужно полностью демонтировать все вот эти пластиковые BOA элементы. Однако, согласно моему опыту, с ними ничего даже при температурах 70 градусов не случается. Как раз после того, как вы покушали пиццу с 200 градусов, печка охладится на примерно 60-70, ее можно будет контролируемо запустить на 60-65 градусов, где-то так, и поставить ваши ботинки на около 20-25 минут. Итак, один ботинок готов, можно его высунуть и приступить к формовке. Долго не ждем и сразу приступаем к формовке. Можно использовать, как я уже показывал, инструмент с мощной рукояткой и пытаться изнутри давить в стороны. Собственно, расширяя, если вы хотите расширить. Если вам, скажем, нужно хват пятки усилить, тогда лучше сдавливать эту самую пятку. Также можно использовать толстые носки. Желательно несколько штук. Так. Имеет смысл делать это стоя. Далее все просто. Конечно же, если вы все шаги до этого соблюдали, верно. Но у меня здесь силуэт шипа. Опционально вы можете смазать все болтики. Теперь можно наживить. Теперь можно выровнять шип точно по силуэту. Так. И затянуть. Так. Все с этим закончили. И, наверное, у тебя возник такой вопрос. А можно я свои тоже зажарю? Интересный вопрос на самом деле. Но точного ответа у меня на него нет. Однако, поделюсь мыслями. Есть, конечно же, производители, которые именно этот момент. Наши обувь можно формовать и включать в маркетологические обещания. Это ничего плохого. Нет, это просто производитель рассказывает о своем продукте. Но есть другие производители, которые либо, не знаю, не смекнули, что так можно было. Либо что. Они, может быть, не тестировали. И не хотят тестировать. Не хотят на себя ответственность брать. Что потом у вас с обувью может что-то случиться. Поэтому я тоже без того, чтобы какие-то гарантии отдавать. Скажу, что если ваш ботинок из полностью карбона. Вот здесь монокок констракшн этой подошвы полностью карбоновая. Вот это все. Весь каркас. И именно он поддается формовке. Если у вас материал не карбон, то сразу могу ответить. Формовать здесь не получится. По крайней мере, безопасно. Если какие-то вставки пластмассовые, то они могут деформироваться. В конечном итоге, если ваша обувь вам как-то серьезно не подходит. Доставляет дискомфорт. И возможности продать по хорошей цене. Либо обменять, либо что-то еще. Нет. И, грубо говоря, можно выкидывать. То попробуйте. Попробуйте. Если что, вы в любом случае хотели эту обувь выкидывать. Если, однако, имеются всяческие гарантии и прочее, прочее. То я бы поинтересовался у производителя, можно ли так сделать. И спросил, есть ли специально широкая версия. Или узкая. Тоже есть узкая. Реже встречается. Но, опять-таки, совет. Если вам нужно поуже обувь, и вы не можете никак найти. То просто используйте barefoot обувь. И ваша стопа разовьется в такую форму, которую, в принципе, должна была иметь. И уже не нужно будет узкую слишком обувь. Ну, окей. Это было все на сегодня. Если вам понравилось это видео, то сформируйте, сформуйте лайки всякие, комментарии. И будет здорово услышать от вас по вашему опыту фитинга обуви. В комментариях. Да-да.